Почти как героини сказки 12 месяцев, ульяновцы и демитровградцы за месяц до Нового года встретились с зимой, весной, летом и осенью. Во всяком случае, смогли их услышать. Времена года от Антонио Вивальди и Астра Пиццолы в обработке Леонида Десятникова прозвучали в минувшие выходные в Ульяновске и Демитровграде в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» под управлением Ильи Дербилова. За дирижерский пульт в этот раз встал Денис Шашкаров. Соло на скрипке прозвучало в исполнении Хироко Нинагава. Очень мне нравится музыка и скрипка тоже, поэтому я хочу. Русские люди, все нравятся времена года. Семья Нинагава вообще достаточно музыкальна. Родители. Моя мама, папа. Мама фортепианист. И папа вообще. И моя сестра тоже скрипачка. Известная японская скрипачка после окончания Токийского государственного университета искусств продолжила обучение в Московской консерватории. Прошла ассистентуру-стажировку у профессора Эдуарда Грача. И так влюбилась в Россию, что теперь в нашей стране бывает не реже, чем у себя на родине. Я встретилась с Эдуардом Давидовичем. И он понравился мне. И давай приходи так. Мне нравится русская школа, как преподаватель должна быть злой, всегда злой. И громче сказать, нет, такое мне нравится. Строгий, да? А пять лет назад Хироко стала лауреатом международного конкурса скрипачей в подмосковной Дубне, который устраивает ее наставник Эдуард Грач. Любимое время самой Хироко это... Лето. Лето очень нравится мне. Известно, что каждый иероглиф в японском письме – это отдельное понятие. С какой буквой ее родного алфавита ассоциирует Нинагава игру на скрипке и что он означает? Спасибо. Ярослав Щедров, Дмитрий Давыдов и Сергей Ямин. Специально для Новости Управда ТВ.